Вы знаете, когда я сажал вот этот вот огурец, я думал, что я буду снимать видео «Лучший огурец 2022». Потому что те, кто его промышленно выращивают, мне прямо его расхвалили, сказали, что он суперкрутой и очень вкусный. И вот я, честно говоря, вообще-то никакой крутости у него не заметил, скорее наоборот. Ну, что тут, какой плюс можно сказать для тепличного выращивания промышленно? Ну, то, что он растет в один ствол и практически не дает пасынков. Но это скорее, для меня точнее, это минус, это не плюс. Потому что мне надо было, чтобы огурец заполонил всю сетку, чтобы было много пасынков, чтобы был шикарный мощный куст и чтобы он был усыпан огурцами. Но, как вы сами видите, никакого усыпан огурцами здесь нет и в помине. Пасынок здесь вот один у меня есть. И вроде других пасынков больше и нету, хотя я его усиленно кормлю травяным настоем и золой кормил. Но толку от этого мало. Но это еще полбеды. Упала у меня тут верхняя часть куста, когда я собирал этот плод. Ну, ничего страшного, огурец не сломался, можно подвязать обратно. Так вот, плод вкусный, сладенький был раньше. Но при этом, кстати говоря, шкура у него толстая и это мне не понравилось. А сейчас вот ближе ко второй половине августа они еще и горчить начали. Я уже давно огурцов, которые горчат, не видел. Потому что я всегда покупал гибриды, которые генетически лишены горечи. И, честно говоря, я описание этого огурца не читал. Потому что, ну, для меня, как бы, это нормально. Если огурец выращивается промышленно, то, наверное, он должен быть генетически лишен горечи. И если вы делаете гибрид, то нафига его делать горечи нелишенным. Ну, вот такое вот разочарование. Напишите в комментариях, довольны ли вы своими огурцами в этом году. Подписывайтесь на все каналы, все ссылки в описании. И, кстати, огурец этот называется КС-90. А с вами был Николай Пименов на канале Практический Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай и урожайные вкусные огурцы.